А сейчас переместимся в Лепель и посмотрим, как вы живете. Вот Лепельский районный дом культуры, в котором я работаю уже много лет. И здесь работает самый дружный коллектив города Лепеля. В основном я играю на цимбалах, я делаю сольные концерты. Цимбалы — это вообще про белоруссию, они же есть не только белорусские. Я играю исключительно на белорусских цимбалах. Играю в шоу — и народные играю, и современные играю, и классику играю. Но сейчас я вот пришла к тому, что я играю рок. Я собиралась в театральное, но я помню так из детства, звонок в дверь, и стоит сам зауч музыкальной школы. И говорит, вот мы ведем набор детей в музыкальную школу. Они хотели бы, вы, пойти отдать, вот маме говорят, ребенка в музыкальную школу по классу цимбалы. Мама говорит, давайте попробуем. Присоединяйся. А да, я с удовольствием, вы же знаете. Да, было тяжело, да, было сложно, да, хотелось бросить. А я сейчас посмотрю твою аппликатуру. Умем. И твои ручки-пачки. Умем. Не у каждого ребенка есть врожденная музыкальность. У Ани это было с рождения. Ей стало очень нравится именно выступать на сцене. Она там просто оживала. Аня, выйдя на сцену, выдавала таких темпов. Концертмейстер, приходя в класс, просто швыряла ноты. Я больше с вашей Шарковской играть не буду. В музыкальной школе были слезы. Я и молоточки об стену бросала. Не только в музыкальной школе, и в училище такие моменты были. Говорила, не буду, не хочу. Мама мне не далась вернуть с этого пути. Мама, мой первый слушатель, она всегда рядом и поддержит, и поможет. Я ни разу не пожалела. И действительно, спасибо маме. И спасибо моим преподавателям. Ой, девочка моя, манечка. Я это поняла, что вот это именно мое. После того, как я пошла работать в заслуженный любительский коллектив ансамбля танца Ля Вониха. Было очень много концертов. В 18 лет мне было тогда. Мы выехали за границу. Мы объездили полмира. И вот меня это зацепило. В районный дом культуры я пришла не молодым специалистом, просто пришла работать сюда аккомпаниатором. Потому что жизнь так сложилась, судьба так закрутила, что мне из Витебска пришлось вернуться обратно в Лепе. И опять же, я нисколько не жалею, что я работаю здесь. Популярность вот пришла, она сейчас, когда я завела страницу в чикток. Подписчиков там больше 24 тысяч уже. Миллионные просмотры. И много вот приглашают на концерты по областям. Мы всегда рады. Мы всегда готовы приехать и с сольными концертами. И договариваемся, и ездим, и играем, и работаем. Я очень горжусь тем, к чему пришла Аня сейчас. Но больше всего я горжусь тем, что поднимаясь куда-то выше, она осталась моей маленькой, доброй, наивной, ласковой девочкой. И самое главное, она осталась благодарной. Она всегда умеет быть благодарной всем тем, кто ей помогает. Своему коллективу, своей семье. Музыка – это моя жизнь. И на сегодняшний момент я не представляю себя без музыки, без цимбал, без дома культуры и без моей большой, огромной семьи. Я не знаю, где бы я была, если бы не музыка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!